и снова всем привет с вами по-прежнему лакмус я продолжаю играть в террарио сейчас у нас ночь кровавой луны я наверное продолжу играть в своем старом вот этом хардмодном мире потому что тот который я создал в предыдущем эпизоде пошел на twitch то есть я его с него делал стрим собственно что я хотел сказать для начала продолжим осматривать нововведение версии 1 2 3 самое первое что мне хотелось бы сказать появилась возможность переименовать сундуки видите я вот уже почти все сундуки свои переименовал делается это вот таким вот образом здесь появилась кнопочка rename и мы можем вводить вот сюда название сожалению русский язык не поддерживается но все же это лучше чем тыкать постоянно искать где у меня что теперь у нас появилась возможность крафтить новые инструменты например вот я знаю что с помощью железа и дерева можно крафтить вот такие штуки я правда не знаю как это переводится но вот это heavy workbench в общем довольно понятно я знаю что heavy workbench позволяет нам крафтить какие-то блоки дополнительные строительные я правда до конца не понял в чем смысл сожалению вот требует много места для чего нужна вот эта штука я пока не знаю как это улучшенная видимо плавильная печь вот здесь мы ничего не видим больше также появилась возможность крафтить стенды как я понимаю для демонстрации оружия и брони давайте посмотрим сейчас так но я не вижу может быть на лесопилке медленно стали прокручиваться вот да вот они ну вот например для мечей как я понимаю стенд попробуем его разместить вот здесь и положить туда какой-нибудь меч ну вот как это сделать я честно говоря пока не знаю возможно как-то пониже разместить нет не знаю я еще посмотрю дополнительно на вики пока что мало информации по новому обновлению и может быть там будут разъяснения какие то также между записью я накрафтил немного зелий запасы скрафтил арбалет и набрал стрел давайте выложим наши ресурсы и сейчас мы пойдем в джунгли также я узнал из википедии о том что вот в этом новом обновление разработчики немножко переделали баланс то есть помимо визуальных таких изменений о которых я говорил в предыдущем эпизоде сейчас немного все-таки перепилин баланс самое неприятное то что я узнал это то что в хардмоде из метеоритных голов перестали падать эссенции то есть теперь фарм эссенции у нас будет несколько усложнен также изменилась цена на эти эссенции на продажу то есть они стали дешевле и соответственно фарм денег тоже нам будет делать сложнее но сейчас я направляюсь в джунгли постараюсь добыть еще одну форму для ключа и может быть если все получится мы завалим еще одну плантер только вот надо посмотреть где у нас вход в следующий можно в следующую яму нырнуть также вроде бы как изменился изменились характеристики некоторых боссов но здесь я не очень хорошо понял я честно говоря и старые характеристики не очень хорошо знал поэтому для меня это небольшое изменение также из неприятного то что вот это грибное копье в новой версии нельзя будет заполучить до убийства трех механических боссов но у нас благо это копье уже есть и мы будем его использовать вот наше старое место на которой мы били плантеру предыдущий раз я планирую использовать его вновь но нам нужно найти бутон от нового бутона я планирую прокопать дорожку вот к этой вот не побоюсь этого слова ферме давайте здесь прорубимся вот неприятной твари я пожалуй используем частично наши бафы то есть не буду сразу закидываться всем будем разумно расходовать наши бутыльки так ребята вот так вот вам такую штуку видели у меня вот есть так появился кстати говоря новый торговец я его ты его не показал к сожалению просто не успел возможно на обратном пути когда мы если мы завалим плантеру то я его продемонстрирую он появляется только днем и в доме не живет я не помню я не помню правда какие условия его появления но у нас он будет я его уже видел смотреть специально не стал его ассортимент чтобы сделать это вместе с вами на запись вот еще один торговец появился я честно говоря не помню что он там продается что-то опять какие-то краски новые появился еще я заметил такой женский манекен довольно прикольный женские модели одежды и брони можно на нем выставлять много новых предметов мебели появилось это я тоже уже видел так за кадром и хотелось бы также сказать такую небольшую новость то что террария отныне будет в основном у меня в стриме то есть я буду на твиче делать стримы с террарией нерегулярно конечно же и там будет другой персонаж то есть наш старый который был вот кстати бутон обратите внимание мы довольно быстро его нашли я на самом деле тут вот пытаюсь добыть хлорофит который кстати в новой версии растет медленнее и реже встречается но видимо это если создавать новый мир в нашем старом мире его должно быть с достаточно который создан на более старой версии и я забыл скрафтить черепашей брони у меня там есть кусок один черепашей черепаши о панцире надо бы конечно скрафтить давайте сразу я сделаю здесь дорожку чтобы нам пробежать не отвлекаясь я разобью бутон и быстренько побегу туда где у меня установлены телепорты для этого нужно создать вот такую дорожку получи зараза для убийства плантера я вновь планирую использовать арбалет и вот такие вот хлорофитовые стрелы очень мне понравилось в прошлый раз как у нас получилось и в этот раз я надеюсь тоже получится у нас также удачно так здесь я тоже закрою здесь закрою чтобы нас они подождите секундочку здесь закрывать нельзя здесь нужно сделать максимально гладкую дорогу чтобы мы да вот так вот запрыгнули ну и здесь вот таким вот образом выставим обратно костер так давайте пойдем так что то как то здесь дебафы на нас какие то вешают мне это не нравится но к счастью не навесили на нас дебаф брони и прежде чем мы начнем с плантеры давайте добудем также хлорофит все же он нам тоже будет нужен что еще касательно обновления пожалуй основное все что что я запомнил я конечно сейчас вряд ли все это смогу показать даже даже я не уверен что все точно запомнил то что прочитал на википедии то что видел сам и что самое интересное вот касательно нового торговца о мимик ребята мимик так ну здесь всего лишь магический кинжал нам он не нужен так вот у этого нового торговца и иногда появляется то есть у него ассортимент не постоянный иногда появляется крутой лук с диким дамагом я надеюсь что нам повезет так ну что же дамы и господа рискуем приготовлю сразу наш арбалет бафнемся и разрушаем так я надеюсь что появится она с той стороны с запада вот она так сейчас смысла нет конечно ее бить да ёперный котятр так вот здесь я не предусмотрел очень плохо поступил я не предусмотрел того что нам надо будет как-то запрыгнуть на платформу так на поверхность нам выходить нет резона так как-то надо изловчиться наверно придется разрушить блоки да вот так да и вот это неприятный момент то что она она стреляет своими вот этими вот вот здесь нужно закрыть мне кажется не наводятся наши стрелы потому что дамаг смешной пока что идет постреляю вот этими заодно полечимся потому что у меня такое ощущение что что она затупила все идет не так как я планировал в первую очередь потому что стрелы не наводятся или мне кажется уже почти половина скоро она озвереет но мы вроде справляемся вот она уже озверела да вот с этими самонаводящимися штуками появляется запас по времени чтобы нажать на кнопку потому что они летают довольно долго там хотел конечно расширить эту тропинку но не успел забыл честно говоря подготовиться я не планировал что мы будем именно бить плантеру я так надеялся что мы встретим бутон но особо на этот счет у меня планов не было бафы вроде держатся вот это не очень хорошо то что она поставила здесь крюк мы теперь будем об него вот так вот спотыкаться мне кажется она стала еще быстрее нет крюк это очень плохо хорошо что она переставила хорошо что она переставила блин она прям по мне крюком осталось чуть-чуть мы должны успеть должны 20 секунд до хилки это очень плохо опять он со своим крюком лезет плохо 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 все 3 2 1 хилка хилка есть 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 я уже думал все триндец у меня аж честно говоря о ладони вспотели не знаю как у вас так а вот ты мне не нужен как и ты что-то вас здесь так много фу реально у меня прям сердцебиение усилилось и потом меня прошибло потому что потерять персонажа для меня сейчас это было бы не знаю равносильно концу данного летсплея но я поздравляю нас мы справились давайте посмотрим что мы такое выбили ключ это неплохо и все да а нет вот еще какая-то хрень не помню попадалось нам такое или нет давайте посмотрим что это такое это магическое оружие какое-то не знаю какой тут проверим неплохой урон кстати говоря и бьет через стены мне нравится так нам надо как-то отсюда выйти теперь система телепортов мне не очень нравится здесь надо как-то с этим что-то делать так костер обратно верну потому что возможно нам придется использовать здесь еще это место и кстати еще из нововведений я забыл сказать бутоны вот эти плантеры не появляются тоже до определенного момента в хардмоде до убийства каких-то боссов то есть сразу перейти в хардмод и идти валить плантеру уже не получится все завязано на фарм этих механических боссов хватит стоять отправляемся здесь у нас целая куча дропа какие-то дебафы навешали давайте используем зелье вот это вот и посмотрим где у нас еще есть хлорофит золото я вижу но нам оно особо не нужно там вот есть кусочек еще хлорофита так это вроде как кобальт сейчас посмотрим алимифрил я по-прежнему путаюсь и время у нас еще есть в принципе чтобы полазить здесь и хочется конечно затягивать эпизод но у нас сейчас вроде как по времени получается все немало хлорофита сердце я вижу да вот я начал говорить по поводу стримов я вообще планировал изначально да замутил все это со стримами то что террари у нас будет только в стримах то есть не будет таких больше летсплеев не буду ничего записывать но как бы поэкспериментировав я все-таки выпускаю эти стримы иногда нерегулярно конечно и довольно редко пока что но получилось так что качество не очень хорошее то есть качество самого видео сигнал видео запаздывает и стабильность работы интернета у меня не всегда позволяет сделать качественную передачу поэтому я решил что оставлю все таки летсплей и буду стримить террарио также буду стримить некоторые игры по которым у меня нет таковых летсплеев но которые мне интересны и заслуживают внимания также я хотел бы поделиться с подписчиками пока что такая игра всего одна на самом деле ну кому интересно можете посмотреть даже если вы заходите вот на твиче видите что там как бы на моем канале ничего нет так это у нас кобальт кобальт нам не нужен особо давайте добудем чуть другое так вот если даже на стриме вы видите что пусто это всего лишь означает что вот эти записи которые вернее эти стримы которые я делал они сохраняются только ограниченное время то есть посмотреть после самой трансляции можно только какое-то определенное время некоторые записи я удаляю сам которые на мой взгляд не очень качественные некоторые другие вернее они пропадают со временем к сожалению не могу обещать регулярных трансляций или какого-то расписания потому что определенные моменты все таки я планировать сам не могу так вот мы добыли какое-то количество хлорофита я думаю что нам нужно испытать сейчас стрелы может меня несколько смущает что они не наводятся или мне кажется что не наводятся ну возможно я ошибаюсь все в порядке на самом деле вот кстати хороший шанс нет не очень хороший нужно взять какого-нибудь врага более да видимо в обнове изменили поведение этих стрел и теперь они не самонаводящиеся к сожалению и я сильно рисковал надеясь на эти стрелы и идя на плантеру на самом деле нашим хардкорным персонажем потому что был большой шанс того что мы зафейлим это все дело и потеряем персонажа а не хочешь ли вот так блин 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 не достало было бы глупо конечно так сдохнуть я хотел паучка завалить бомбой а это что у нас такое здесь у нас пчелки ну это медь давайте посмотрим что там ниже там в нас стреляют и сердечко вот кстати говоря надо бы его сразу использовать у нас еще не максимум здоровья к сожалению но вот мы уже приближаемся и надо будет как-то усовершенствовать тактику с фермами душ эссенций я на досуге конечно посмотрю на вики может быть сам что-то придумаю если будет у меня время на это и может быть даже это будет все в режиме онлайн так сказать в стримах так зелье 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 было же вот оно там много золота давайте наверное добудем потому что золото нам пригодится очень много золота уходит на зелье и расход от их зелий тоже серьезный так это железо это не золото там вот еще хлорофит кстати наверное туда сначала сползаем я смотрю что остается буквально у нас несколько минут на то чтобы вернуться домой но хлорофит бросать я не хочу я наверное буду оставлять по кусочку этого хлорофита чтобы он рос раньше об этом не задумывался но сейчас в связи с обновлением и то что я прочитал что хлорофит медленнее растет я думаю что стоит вот так делать то есть оставлять так здесь у нас вода это неприятно лучше снизу наверное прокопать я вот вижу там какой-то ценный ресурс вот здесь вот хотел добыть золото а сам полез куда-то в сторону ну ладно что же делать такова игра о черепашка может быть дропнет свой кусочек может быть нет пока не ясно похоже что нет давайте посмотрим нет не вижу я ничего такого так что это у нас такое титан добудем добудем титан так я закрою пожалуй здесь и чтоб не сливать воду сливать воду мне не хочется так 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 и хотел я добыть золото здесь оно недалеко поэтому все таки мы заморочимся с этим там кстати еще кусок так так ну это не золото я опять лоханулся кусок хлорофита тоже добудем вот так ну и возвращаемся золото так и не добудем давайте сначала посмотрим что может быть появилось из нового крафта здесь слитки так вот интересная вещь из ибо они там можем а ну это кирпичи кирпичи были это не новое здесь в общем то ничего не добавилось не знаю честно говоря не знаю и да еще я хотел показать и чуть не забыл у торговца продается новый предмет сачок дамы и господа которым можно ловить монстров якобы я честно говоря сам еще не пробовал и вот мы сейчас с вами эту возможность проверим места у нас нет освободим немножко наш инвентарь медь долой паутину туда лой не добыл я форму для ключа сейчас я попытаюсь поймать вот этого пингвина да действительно мы поймали пингвина материал ну-ка прям даже интересно сначала гиду что мы можем скрафтить из пингвина клетку как я понял террариум пингвине террариум ну видимо из стекла этот террариум крафтится давайте посмотрим где у меня стекло стекло в блоках скорее всего да вот стекло из стекла новые предметы крафтятся обратите внимание стаканы чашки а вот террариум еще раз гиду немножко затянем эту серию интересно действительно интересная возможность стекло стекло вот оно о стена какая-то новая да добавились еще обои и неоновые вот такие вот блоки видимо это они я не вижу террариума кровать пианино стеклянная часы стеклянные какие-то шкафы то есть это мебель та самая про которую я говорил я сам ее еще все не видел я не знаю что такое это какой-то фонарь светильник вот нам нужно 16 16 стекла на и печь нужна в общем то все это у нас вроде бы есть но почему-то я не видел там рецепта вот он что-то я видимо просмотрел террариум и пингвин в террариуме давайте его разместим где-нибудь вот здесь какого он размера то хоть вот довольно большой надо сказать террариум но пингвин почему-то в нем не шевелится может быть нужно подождать каких-то функций с ним я не вижу и давайте еще скрафтим черепашью броню так нет сундук хочу вот у меня есть кусок есть хлорофит вроде был хрен был хлорофит 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 на чем же он крафтится видимо на чем-то суровом вот стекло кстати нужно выложить нам оно пока не нужно блоки хлорофит так и броня 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 на наковальне видимо кстати кстати хлорофитов арбалет вот 41 дамаг этот лучше хотя он лучше кстати не говорил но я потратил немного денег и улучшил его вот мы можем скрафтить шлем и ботинки здесь 17 а здесь 13 ну да ну давайте скрафтим так сказать для прикола я носить я пока не буду стрелы крафтить я смысла не вижу кстати вот эти звуки которые вы слышите я тоже забыл об этом сказать это тоже в новой версии добавили озвучку птицам в данном случае мы слышим пингвина вот так вот он крякает и да я как настоящий мужик еще не убрал елку ну что же что же что еще мы такого получили интересного ключ давайте посмотрим может быть изменился крафт ключей ну нет особо не изменился все то же самое здесь все то же самое а вот здесь мы можем смотрите скрафтить какие-то особо крутые сапоги из черепашьих и вот это я не знаю что такое где добыть это я тоже пока не знаю это видимо тоже какое-то нововведение я обязательно посмотрю это все на вики и доложу вам больше я ничего не вижу такого что могли бы мы скрафтить здесь все то же самое хотя вот добавилась какая-то хрень посох и маски 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 спектральная маска 18 дефенса да неплохо неплохо по сравнению с нашим шлемом кстати 13 спектральный наряд это для мага конечно же да да больше мы пожалуй ничего не скрафтим на этом я пожалуй закругляюсь спасибо всем за внимание до новых встреч всем пока 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 и